Вертолет летит над Камчаткой Вертолет доставил нас в восточную часть полуострова, в Кроноцкий заповедник. Уже в самом названии заповедника слышится имя Кроноса, греческого бога времени. Первое, что мы ощутили, когда вышли из вертолета, это запах серы. Бывалые путешественники утверждают, что именно так пахнет в Аиде, подземном царстве. Ходить здесь поначалу следует с провожатым. Немного в сторону от тропинки, и земная твердь под ногами заканчивается. Начинается нечто зыбкое и обжигающее. Если представить, что земная кора – это загрубевшая кожа, под которой дышит и пульсирует горячая плоть планеты, то здесь она тонкая, как у младенца. А где-то кожи и вовсе нет. Если найти тяжелый, абсолютно неплавящийся предмет и бросить, например, в эту лужицу, он будет тонуть, пока не достигнет центра Земли. Глубина порядочная. Так что ходить здесь небезопасно. Наш оператор сделал один неверный шаг, и сразу он провалился. Хорошо, хоть быстро успел вытащить ногу. Крепкий ботинок спас от ожога, но вступил в сложную химическую реакцию с налившей грязью. Мы в кальдере вулкана Узон. В переводе с испанского кальдера означает «большой котел». Место действительно похоже на огромную прачечную или кухню, но, по своей сути, скорее является лабораторией алхимиков. Цель эксперимента, который проводится здесь, грандиозна. Неживая природа пытается создать органическую клетку. В ее распоряжении вся таблица Менделеева. Вода, огонь и миллиарды лет времени. Вокруг уже давно шумит жизнь, но никто в точности не знает, когда и откуда она появилась. Существует научная гипотеза, что жизнь на Земле возникла благодаря вулканическим процессам. Не знаем, как жизнь, но эти пузыряющиеся вязкие формы кажутся чем-то сродни человеческому подсознанию. Жизнь, как любопытный школяр, давно забралась в эту древнюю мастерскую. Правда, не везде стоит совать свой нос. Например, в этом мирном с виду озерце растворен мышьяк. Зато серный кипяток оказывается вполне пригоден для существования некоторых бактерий и водорослей. А если концентрация серы поменьше и источник чуть похолоднее, то в нем можно встретить и более сложные организмы. Живая природа прекрасно чувствует себя в этой гидротермальной химической лаборатории. Мхи и водоросли вольготно располагаются на теплых камнях. Ягоды наливаются соком над паровой баней. Чуть выше, обрамляя долину, растут леса каменные березы. Земля щедра и предоставляет множество возможностей использовать свое тепло. Была бы фантазия. А вот и его высокоблагородие сам начальник Камчатки. В свое время камчатские медведи сильно натерпелись от людей. Людям тоже доставалось. Но на их стороне было огнестрельное оружие. Дело шло к тому, что медведей вообще могло не остаться. В 30-е годы был организован Кранотский заповедник. Сегодня на его территории около 700 особей. Три из них регулярно наведывались на строительство кордона. Такие визиты доставляли много беспокойства рабочим, но зато очень радовали нашу съемочную группу. И все же последнюю точку в этом эпизоде поставила хозяйская собака, которая перед камерами смогла продемонстрировать свое усердие и решимость. Прилетел вертолет. К сожалению, пришла пора нам покинуть кальдеру вулкана Узон. Окутанная парами серы, бурлящая, дышащая жаром, эта земля будто вышла из легенд и мифов о первых богах, титанах и гигантах. Мы приближаемся к еще одному природному сокровищу Камчатки. Одному из самых удивительных мест на Земле. К долине гейзеров. Если кальдера Узона – это научная лаборатория, то долина гейзеров – театр. Театр воды и пара. Две скалы, словно каменные охранники, стоят у входов долины. Между ними течет небольшая речка. Она называется Гейзерной. По ее берегам бьют около 20 фонтанов кипящей воды. Гейзер – очень редкое явление. Они существуют только в Исландии, США, Новой Зеландии и здесь, на Камчатке. Причем только в одной довольно локальной долине. Каких-либо разумных объяснений этому феномену пока нет. Удивительно, что когда в 1934 году организовали заповедник о существовании долины гейзеров, никто не знал. Ее обнаружили только весной 1941 года. Честь открытия принадлежит женщине, молодому геологу Татьяне Устиновой. Она по своему маршруту зашла в незнакомое место и тут перед ней с оглушительным шумом взметнулся вверх фонтан. Гейзер, который она тогда увидела, так и называется – первенец. Ученые стали размышлять, почему гейзеры не были открыты раньше. Может быть, в этот отдаленный район просто никто не заходил? Было даже предположение, что долина гейзеров появилась незадолго до того, как ее открыли. Но гейзеритовые шлейфы, скорее говоря, о возрасте не в одну тысячу лет. Остается просто признать, что природа долго скрывала одно из своих чудес. Вероятно, у нее на то были основания. Гейзеры отличаются от всех других источников периодичностью режима. Вот как это происходит. В фазе покоя в гейзере отсутствует вода. Из грифона, так называется его отверстие, не идет пар. Кажется, что это просто небольшая пещера. Но в это время глубокий канал гейзера заполняется водой из подземных горизонтов. Постепенно она нагревается до точки кипения. Кипение начинается на глубине. Вода насыщается пузырями с паром, которые сливаются в паровой снаряд и выталкивают первую порцию воды. Этот первый залп приводит к резкому упадению давления. И вскипание нарастает, как лавина. Пар, подобно поршню, выталкивает из глубины канала весь столб воды. Когда гейзер извергнет всю воду, из него с ревом и свистом, как разъяренный джинн, вырывается пар. После такой вспышки гейзер опять остывает. Мы видим извержение гейзера, которое называется малым. Каждый из гейзеров – это яркая индивидуальность. Каждый играет в этом спектакле свою роль, и у каждого – свои поклонники. Мне, конечно, больше нравится гейзер малый, который достаточно регулярный и работает четко. И у него производительность 8 тонн, и работает каждые 40 минут. Естественно, он раза в три получается мощнее великана. Но с другой стороны, можно сказать такую фразу, что гейзеры – это работать на эффект. Вот вроде бы он красиво работает, как великан, но он уже в 6 часов молчит. И было замечено еще исследователями, которые проводили работы на паужетке, что обычно пульсирующие или гейзерные источники малопроизводительные. То есть, если вот посчитать на средний расход, то получается у гейзера великан расход всего 1 кг в секунду. А есть источники здесь более-менее постоянные, которые имеют 3-7. Поэтому вот, что хочешь, что и смотри. Либо эффектное извержение, либо производительный источник. Спасибо Валерию Дразнину. Не зная расписания, мы не успели бы заснять извержение многих гейзеров. А у него с каждым из них налажена надежная связь. И они постоянно присылают свои сообщения на его компьютер. Вы сейчас на тройной собираетесь, да? И вот на этом компьютере, который показывает в реальном времени через вот этот самый регистратор, мы видим, что вот это высокий потенциал, это покой тройного. И у него началась стадия продукции. Самая короткая у него, это порядка 40 минут. Самая длинная, час 20, стадия продукции. Так как это короткий считается, короткая стадия покоя, то будет и короткий... Короткой будет и стадия продукции. То есть у него извержение будет, ну, буквально минут через 10. И вы тогда уже, естественно, к этому извержению не успеете. Сейчас у нас около трех часов. Соответственно, следующее извержение, если сохранится такой же ритм, будет где-то в 17-20. Вот вы успеете отснять первенницу и вернуться обратно на тройной. Ну, счастливо. Удачи. Со светом. Да, все верно. К тройному мы не успели, но зато смогли полюбоваться сахарным. Говорят, он так назван за сладкий вкус своего гейзерита, который можно добавлять в чай. Впрочем, эту информацию проверять не стоит. А вот заработал и тройной. В его распоряжении три пасти, три грифона. Через них он извергает кипящую воду на расстояние более 30 метров. И, наконец, прима этого спектакля – гейзер Великан. Как и положено звезде, он выступает редко, зато с размахом. Каждые шесть-восемь часов десятки тонн воды летят на высоту девятиэтажного дома. Впрочем, есть гейзер, который мог бы составить конкуренцию Великану и даже превзойти его. Этого заслуженного артиста зовут Грот. Но беда в том, что он уже почти ушел со сцены. Затаился в своей огромной пещере. И последний раз его видели аж в 1991 году. Порой он выплевывает на поверхность небольшие порции воды. Но очевидно, что слава ему надоела. И все же, кто говорит, что чудес не бывает? Перед нами маэстро Грот. Насколько времени снова замолчал Грот, неведомо никому. Природа создала этот спектакль. Задача человека – его сохранить. Главная проблема Кранотского заповедника и в то же время основная статья его дохода – туристы. Этот заповедник едва ли не единственный в России, где туризм разрешен. В долине построили деревянные настилы. Ученые заповедника рассчитали количество людей, которых она способна принять в течение года. В некоторые месяцы количество туристов сокращают до минимума. Это весна и начало лета, когда из берлог поднимаются медведи. После двух дней, проведенных в долине Гейзеров, несколько утомленной этим карнавалом бытия, мы отправились в таинственное и даже зловещее место, так называемую Долину Смерти. Находится она тоже на реке Гейзерной, только выше по течению у подножия вулкана Киспиноча. Это путешествие могло закончиться для нас трагически, хотя сама Долина Смерти тут вроде бы и ни при чем. В горах нас накрыл густой туман. Мы сбились с пути. После нескольких часов блужданий, мы каким-то чудесным образом все-таки вышли к избушке. И вовремя. В тот же миг началась сильнейшая буря. Всю ночь мы не сомкнули глаз, опасаясь, что наше укрытие не выдержит натиска ураганного ветра. А наутро буря стихла. И мы обследовали эту загадочную Долину Смерти. Правда, никаких мертвых тел мы не увидели. Ученые полагают, что большую часть времени место не опасно. Но иногда на пару дней, особенно весной, оно превращается в сущий ад. Скопившиеся в трещинах углекислые и другие смертельные яды выходят наружу. Смерть косит животных в порядке трофической цепи. Мелких птиц привлекает большое количество погибших насекомых. На трупы пернатых слетаются хищные птицы. Сходятся крупные млекопитающие. Лисицы, росомахи, медведи. Всех ждет одна участь. И снова зарядил дождь. На край земли пришла осень. В такую погоду каждое живое существо чувствует свое одиночество в мире и погружается в размышлениях. Может, и этот медведь думает о том, откуда появилась жизнь. Вряд ли бы его устроил ответ, что она произошла из грязевых источников, подобные, которым мы видели на узоне. Тогда ведь жизнь – всего-навсего нелепая случайность. Стоит ли искать в ней смысл? Стоит ли каждый год готовить себе берлогу, вскармливать и воспитывать медвежа? Наверное, нет. А вот и пришла пора нам прощаться с Кронотским заповедником. Прощаться с Камчаткой. И, кажется, мы открыли загадку одного греческого мифа. Бог Кронот был низвергнут своим сыном Зевсом, в недра земли. Но потом помирился с ним и стал правителем какой-то далекой благодатной земли. Царство Некрона сосчиталось счастливым и богатым. Только вот греки не сказали, где именно находится его земля. Хотя, если рассудить, нигде, кроме как на Камчатке, она находиться не может. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok